В этой части я покажу инструменты, которые чаще всего использую сама. Задача посттренировки в нашем случае привести тело к балансу и исключить все те мышечные зажимы, которые могли образоваться в ходе тренировки. Что нам в этом может помочь? Лично я чаще всего с такими небольшими зажимами работаю в миофасциальном релизе. Что это такое? Это воздействие с помощью специальных инструментов, такие как массажные мячи и массажные роллы. Я воздействую на мягкие ткани, не на кости, на мягкие ткани. Непосредственно путем нажатия на зажим я активизирую питание и кровоток в этой области. И после того, как зажим ослабевает, я отпускаю воздействие. Туда в теории приходит большее количество крови, большее количество кислорода. И мышца таким образом возвращается в нейтральное положение, и все тело приходит к равновесию. Первый и самый простой инструмент, который можно использовать в методике миофасциального релиза, это мяч. Мячи бывают очень разные, и самое главное, что вам нужно здесь понимать, это разная жесткость. Жесткость будет зависеть от того, из какого материала сделан этот мяч, а также от того, полый он внутри, либо наполненный. Например, два мяча. Вот этот более профессиональный, он тяжелый, наполненный. Вот этот вот хорошо подойдет для начинающих. Он состоит из мягкого пенопласта, прессованный, крашеный пенопласт. Но, тем не менее, я могу сжать его пальцами. Здесь я не могу оказывать такого же воздействия. Такие мячи бывают разных размеров, разных форм. Бывают двойные. Такие двойные мячи хорошо подойдут для сгибателей и разгибателей позвоночника. Размер побольше подходит для крупных мышц, например, такие как бедра и ягодицы. Мячики поменьше подойдут для области лопаток и вообще рук. Можно купить два отдельных мячика, вместе их связать в носочки, и у вас получится точно такая же конструкция, как и у этого двойного мяча. Разницы не будет, поверьте мне. Можно использовать теннисные мячики, но из-за того, что у них есть места соединения, они быстро портятся. Подо мной они лопаются. Главное, выбирайте размер и начинайте с мячиков менее жестких. И когда ваше тело привыкнет, когда вы уже справитесь с болевыми ощущениями, то переходите к мячам более жестким, в том числе профессиональным. Но это дальше по вашему желанию. Следующий пропс – это коврик. Да, хочу отдельно внимание обратить на йога-мат. Почему? Потому что сама гналась за красотой, купила себе бамбуковый красивейший ковер, но он оказался очень скользким. Несколько раз я чуть об него не разбила свое лицо. И вот этот вот очень простой, очень тонкий оказался лучшим из тех, что я пока встречала. Он не скользит. А как можно протестировать? Вы ногами встаете на поверхность и вот пытаетесь сдвинуть его. То есть упираетесь, давите в ковер, не вот так вот, что не было давления на ковер, а под давлением на ковер. Как будто собака мордой вниз. И пытаетесь столкнуть. Если ковер уезжает и двигается вперед-назад, то лучше такой не брать, он будет скользкий. Вот. А если он, как этот, вот видите, я вес даю на ковер и при этом его толкаю, он никуда не уезжает. Он хорошо складывается, хорошо моется, его можно перевозить вместе с собой. Он тонкий, легкий, очень комфортный и для поездок, и для тренировок дома. Роллы. Роллы точно так же бывают нескольких жесткостей. Этот менее жесткий, этот более жесткий. Вот этот вот более распространен. Но здесь внутри пластмассовая труба, а снаружи вы можете увидеть шипы. Соответственно, он более жесткий и будет вам приносить больше болезненных ощущений. Если у вас уже есть и есть только такой, то на него сверху можно положить махровое полотенце. Тогда оно немножко складит вот эти вот шипики, и вам будет комфортнее работать. Для начинающих я советую вот такие вот наборы. Сюда входил сразу ролл, массажная палка и мяч для миофасциального релиза. Раз уж мы заговорили про массажные палки. Массажные палки есть специальные, кайфушные темы, если вы тактильный человек. Можно использовать для самомассажа. И они тоже бывают помягче и с более ярко выраженными шипами. Ни один урок по растяжке не обходится без подушечки и йога-блока. Подушечку можно в том числе использовать и для силовых упражнений. Когда вы фиксируете одну часть и к ней подтягиваете другую. Например, для работы на пресс. Йога-куб может использоваться для растяжки, когда вы контролируете свое положение. Дальше. Для работы с руками, потому что можно зафиксировать расстояние между руками и поработать с плечом-локтем. Кроме этого, можно поработать с балансами. И тоже помните, что йога-кубы бывают нескольких жесткостей. Этот средней жесткости, бывают более мягкие, они прям продавливаются. И бывают деревянные. Вот их классно использовать. Средней жесткости и деревянные классно использовать для работы с балансом. Кроме этого, для работы с балансом я еще использую вот такие вот подушечки. Их приятно класть и под руки, и под ноги. Вообще, это подушечка для людей, ведущих сидячий образ жизни, для того, чтобы они не сидели все время в одном положении, а были дестабилизированы и находили баланс. Кроме этого, для растяжки и вообще для пост-трени и пред-трени можно использовать резинки. Разные резинки у меня есть для ног, для ягодиц. Вот такая короткая резинка, лучшая, что я встречала на сегодняшний день. Почему? Потому что она тканевая. Соответственно, меньше скручивается, поэтому с ней удобнее работать. Дальше резинка длинная, это для среднего веса. Можно, опять же, работать ногами, можно складывать ее пополам и работать с растяжкой, либо брать полностью, работать с верхним отделом. Вот, надеюсь, была вам полезна. И давайте уже переходить непосредственно к самой пост-тренировке. Для этого нам понадобится ролл и одинарный мяч. Продолжение следует...